ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зайцев. И зацеп. Ну, реально был зацеп же. Но не видел судья этого момента. Можно играть. Бросок по воротам. Опасный счет. И добивание. Если я не ошибаюсь, 13-й номер. Алексей Зайцев забрасывает первую шайбу. В этом матче. И открывает счет. Понадобилась минута. И реагирует между собой во взаимоотношениях. Это звено Соколов, Зайцев и Святына с ними сегодня. Ну, так, в общем, зарекомендовали себя они вместе с Дмитрием Орловым. Но если нет Орлова, мы видим, что и со Святыной ребята могут довольно неплохо реагировать. Гуменюк разворачивается, бросает с острого угла. Бросок и гол! С позиции защитника бросал восьмой номер команды «Тимиртау» Дмитрий Тихонов. И забрасывает вторую шайбу. Спустя. Два ноль. Шайбу забросил Дмитрий Тихонов в номер восьмой. И вот сейчас можно отводить опасность от своих ворот. Находится по-прежнему шайба в зоне соперника. Мало того, что находится, владеет и забрасывает эту шайбу в ворота. Усть-Каменогорцы. Семьдесят девятый номер. Денис Синтюшкин стал автором. Да, вот долго мучили. Счет в этом периоде. Один-два. Тут уже уходит Сафин, уходит Серегин. И можно играть. Можно хорошо играть. Ну а держится за лицо. Тлеубаев. Да, видать, досталось ему нечаянно. Ну ничего, сам поднимается и... Уходит на скамейку с запасных. Зеленин. Бросок и гол! Никита Зеленин хорошим кистевым броском от синей линии. За восемнадцать секунд. И восемнадцать... Очень хорошо прошел этот бросок. Остановили мощным толчком. Зайцева. Пошел он на смену. Бросок и гол! Да, это номер тридцать семь. Это Георгий Дульниев. Оброском от синей линии. Очень интересно и непонятно, как шайба залетела. Ну, я думаю, что в видеообзоре мы с вами это увидим. Как попасть в ворота. Филипп Святына, да. Отлично. Вчера отличился Филипп Святына, забросив последнюю шайбу. И сегодня... Посмотрите, как получается. Вчера Никита Зеленин забрасывает третью шайбу. Сегодня Зеленин забрасывает третью шайбу. Вчера четвертая шайба на счету Святыны. Сегодня четвертую шайбу также забрасывает Святына. Но что, я так думаю, что было бы неплохо, если бы это стало регулярным, так скажем, забрасывать по три. После объявления судей-информатора. Четыре-два. Ну вот вам и повторилась вчерашняя ситуация. Счет такой же. Да, хоккейный клуб Тимиртау. Встретимся с вами на следующих домашних играх. Следующим соперником Тимиртау будет команда Кулагер из Петропавловска. До свидания и до новых встреч.